Якутск отметил очередной день рождения. Праздник был посвящен году труда и прошел под девизом «Человек труда – гордость столицы». О том, как горожане отметили торжество, расскажет Валерия Константинова. Первыми начали праздновать округа и пригороды, где накануне проходили дворовые конкурсы, спортивные соревнования и концерты. Главным подарком для горожан стало открытие новых социальных объектов – спортивных и детских площадок. Мы участвовали в конце прошлого года, 15-го года, в гранте «Народный бюджет». И получили грант. И вот этот грант предварился у нас в новую площадку детскую. А само торжественное открытие традиционно прошло на площади Ленина, где горожане и гости столицы приняли участие в параде молодоженов и юбиляров. Также был запущен хронометр, отсчитывающий время до 385-летнего юбилея города. И был дан старт акции «385 добрых дел». В городе Якутска впервые пошли свыше 5000 первоклассников и свыше 40 тысяч школьников. Всего лишь 5 лет назад в столе города Якутска в 2011 году пошло 33 тысячи детей. Это значит, что у города есть будущее. Ко дню города мастера кулинарного искусства выставили свои авторские блюда на ярмарке «Вкусноград». Ведущие рестораны, кафе, а также местные производители угостили горожан и гостей столицы изысканными блюдами. На выставку готовили фаршированный желудок оленя с брусничным соусом. Вот это блюдо у нас недавно в конкурсе города Ярославля заняли первые места. В этот день также отмечали День бронетанковых войск. В этом году оно совпало с празднованием Дня города. В Якутии шествие танкистов проходит во второй раз. Танкисты прошли от памятника Бекетова до Вечного огня, где они возложили цветы в память о падших танкистах. Празднование Дня города завершилось танцевальной программой от лучших диджеев под открытым небом и красочным фейерверком на московской набережной. Валерия Константинова, Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Продолжение следует... Продолжение следует...